ПЕСНЯ Многие века назад Дроу были похожи на своих собратьев, живущих на поверхности. Их кожа была столь же белой, и они могли ходить под лучами солнца. В то время они населяли империю Ильи-Тир, которая находилась в джунглях Фаэруна. Но какие события привели к бегству целого народа под землю? Да еще и изменили их до неузнаваемости. По одним рассказам, Ильи-Тири воевали против своих дальних родственников, лунных эльфов и проиграли. Поэтому им пришлось спасать свои жизни, укрывшись в подземных пещерах. Там они и остались на долгие годы. И от поколения к поколению кожа их становилась все темнее, а волосы выцветали. По другим источникам, причиной изгнания стала религия и конфликт между эльфийскими богами. Бывшая жена бога Кореллона, Араушни, всегда находившаяся в тени своего могущественного супруга, попыталась захватить власть. А среди Ильи-Тири у нее нашлось много последователей. Но все-таки бунт провалился, и алчная богиня была обращена в демона и изгнана с поверхности вместе с теми, кто поддерживал ее во время войны. Прогневившие добрых богов эльфы были прокляты. Их кожа стала черной, волосы белыми, а глаза приобрели красный цвет. Так и закончилась история изгнания целого народа, которая привела к возникновению новой расы – Дроу. Оказавшись под землей, Дроу остались верны своей богине, которая получила новое имя – Лос. А среди своих жриц и сторонников стала известна как Паучья Королева. Внешне, если не считать черной кожи и красных глаз, Дроу напоминают своих родственников с поверхности. Их волосы практически белые, а глаза красные. При сравнительно небольшом росте от 160 до 170 сантиметров. И не сказать, чтобы очень большой физической силе. Дроу обладают невероятной ловкостью и скоростью. В подземном мире они с легкостью ориентируются, благодаря инфракрасному зрению. Дроу – истинные ценители красоты. Их города – произведения искусства. Одежды изящные и легки. От взгляда на оружие и украшения перехватывает дух. Каждый дом не жалеет сил и богатств, чтобы подчеркнуть собственное великолепие. И каждый Дроу внимательно следит за своим внешним видом. Отличительной чертой знати являются распущенные волосы. И если же эльф из простолюдинов, то волосы его всегда будут собраны в хвост или другую прическу. Способности и умения темных эльфов отличает способность к магии. Даже простые войны в пылу битвы способны вызвать иллюзии в виде темной сферы или языков пламени, которые дадут ему преимущество над противником. В бою Дроу часто используют смазанные ядом лезвия и маленькие арбалеты, каждый выстрел которого несет смерть. Темные эльфы облачаются в заколдованные доспехи из прочного адамантина и волшебные плащи пивафи, благодаря которым могут летать. В темных переходах, где каждый звук может выдать их местоположение, Дроу использует сложный язык жестов. Темные эльфы не нуждаются во сне. Необходимый отдых они получают благодаря медитации. Погружаясь в это состояние, они остаются в полной боевой готовности и застать их врасплох просто-напросто невозможно. Политика подземных городов. Что же касается политики так называемой подземных городов? Жизнь в подземных пещерах наложила свой отпечаток на жизненный уклад Дроу. С легкой руки богини Хаоса Лос. Во всех городах, за исключением Шамата, установился матриархат. А все дома занимают положение согласно строгой иерархии. Наибольшей властью обладают первые 10 домов. И каждый из них стремится занять место повыше. Во главе домов стоит мать, а правительница первого дома руководит и всем городом. Мужчинам отводится более скромная роль. Они вправе становиться магами или же воинами. Самое высокое положение, которого может достичь Дроу мужчина, стать во главе Академии магии. Жизнь любого мужчины ценится ниже, чем жизнь женщины. И все-таки мужская часть населения имеет право выбора. В то время как прекрасных представительниц расы ждет лишь одна участь. Стать жрицей темной богини Лос. Дроу амбициозный и всегда стремятся занять место под солнцем. Как бы это странно ни звучало. Вырезав при этом всю благородную семью, чтобы встать в правящей иерархии на ступень выше. Дочери могут напасть на мать дома, желая занять ее место. Братья устраняют старших отпрысков, чтобы подняться выше внутри самого дома. Вынуждены жить с опаской, что даже члены семьи в любой момент могут стереть их с лица земли. Дроу стали скрытны, подозрительны и недоверчивы. Их общество не прощает ошибок, и каждая из них может стоить незадачливому эльфу жизни. В подземельях Дроу практически неуязвимы. Но все меняется, когда они совершают вылазки на поверхность. Под лучами солнечного света магическая сила темных эльфов ослабевает, а доспехи и плащи разваливаются. По этой причине темные эльфы не задерживаются на поверхности. И, сделав свое темное дело, стараются поскорее возвратиться в темные пещеры. Другие расы Дроу презирают и считают ниже себя. Особую неприязнь они испытывают к наземным эльфам, и, отправляясь в набеги, уничтожают их ближайшее поселение. Хуже отношение только к изгнанникам. Если кто-либо из Дроу вдруг проявит признаки доброты или сочувствия, приравненных у его соплеменников к слабости, у него есть все шансы быть изгнанником из родного дома, или, что еще хуже, стать следующим подношением для кровожадной богини. Такая вот раса. И не советую вам задерживаться в этих мрачных, темных и полных опасностей пещеры. Поэтому давайте возвращаться лучше в таверну, опрокинем по кружечке добротного эля и взглянем на что. Ну, попробуй угадай. Да-да-да, конечно же, на доску почета, которую уже очень давно не было, а ваших комментариев набралось их немало. Поэтому, да, обещаю почаще показывать вам доску почету нашей славной таверны, которая уже... Да-да-да, вот слышу, сейчас появится. Поэтому буду откланиваться, прощаться и желать вам всего доброго и всего хорошего. До скорой встречи в таверне! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!